В 21 веке это выглядит смешно и наивно. Лётчик падает с высоты в 6 тысяч метров без парашюта, самолёт врезается в землю, и взрывной волной Василия Булочкина поднимает на дерево. Но это был 45-й год, и такие фильмы и доброе лицо Николая Крючкова давали измученным людям надежду, тепло и веру в счастье. Мы выстояли, победили и будем жить. Актёр глыба. Даже просто не знаю. Мощь, сила. Прощались с Крючковым в апреле 1994 года. Актёр скончался от рака горла, который много лет выдавал хриплый голос. Но он о болезни своей не знал. Профессия у нас с артистом замечательная. Постоянный поиск. Новые фильмы, новые общения. Погоди, я тебе такую бумагу дам, сразу добрее скажешь. Пасы. Грамотный, помочь. Он начал сниматься в 30-е годы, когда страна жила тяжёлой и бурной жизнью. Кровавая коллективизация, огромные стройки, репрессии и культ главного в стране человека. Главным героем стал рабочий класс. Рассказал, значит, и пойду. Тебе говорят, пойду. Крепкий парень с простым лицом и очаровательной улыбкой оказался близким миллионам граждан. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам кого надо? Симпатичный гражданин. Член управления колхоза могу видеть? В Крючкове было то, что так нравится слабому полу. Простота, надёжность, сила. Товарища интересует, что я больше всего люблю в женщине? Больше всего в женщине я ценю верность. Эти слова он произнёс, когда за плечами уже было четыре брака и множество романов. Своё личное счастье он искал очень долго. И про верность сказал потому, что пережил чуть не убившее его предательство любимой женщиной. То, что я встретилась с ним, это было что-то сверхъестественное. Лидия стала самым важным человеком для актёра. Благодаря её любви и заботе он прожил на 20 лет больше. Но в 2020 году её внучка обратилась в следственный комитет с просьбой разобраться, где находится бабушка, уверяя, что ради квартиры в центре столицы её упекли в психушку. Произошло что-то страшное. Это ужасно. Москва, 15 апреля 1994 года. Прощались с Николаем Крючковым в Доме кино. Людей пришло очень много. Винки от высоких лиц – торжественная обстановка. Возле гроба многочисленные награды Крючкова и почётный караул из военных. Как будто мы прощались с маршалом российского кино, советского кино. Валерия Гущина уже тогда была директором гильдии актёров кино и до сих пор с улыбкой вспоминает разговор с комендантом Кремля, который помогал в организации похорон актёра. И он мне вдруг говорит, знаете, Валерия Александровна, похвально, что вы делаете всё возможное, чтобы похоронить Николая Афанасьевна Крючкова с воинскими почестями. Но в следующий раз предупреждайте заранее. Это стало анекдотом, который часто используют на телевидении. Гильдия актёров кино организовала большое количество похорон звёзд советского экрана. И в 90-е часто бывало так, что в семье обедневших и никому не нужных любимцев всей страны просто не было на прощальную церемонию денег. Так же могло случиться и с легендарным Николаем Крючковым. Когда началась перестройка, его задвинули в тень и забыли, как символ коммунистической эпохи. Произошла абсолютная переоценка ценностей. И Николай Крючков, который играл героев, генералов, бойцов, наших таких прямо воинов-воинов, он не был совершенно в почёте. Он был пожилым и больным человеком, но вынужден был ездить по всей стране с концертами. Нам на смену крепкие ребята! Современной технике пришли идеи! Он хватался за любое предложение о съёмках в кино. Фильм «Царь Иван Грозный» провалился в прокате. Исполнитель главной роли Игорь Тальков упал на премьере на колени перед залом и попросил у зрителей прощения за эту клюкву. Но Крючков был рад тогда этой работе. Остро не хватало денег. Мы играли двух бандитов. Он старого, я помоложе. Я уехал со съёмки, а утром встречаю, говорю, «Николай Фёсович, как вы добрались?» Говорит, «Да я тут ночевал». Я говорю, «Где я?» Его администрация поселила на террасе какого-то дома в Алабе. Холодновато. По-маленькому сходил, по большому перейду. После неоднократных обращений друзей артиста в Министерство культуры ему назначили президентскую пенсию. Но прожил он, не считая копейки, совсем недолго. Паренёк с московской красной пресни Я в искусство от станка пришёл Жизнь свою в кино нашёл И песню Песню я свою в кино нашёл Он, как правило, играл людей из народа Без образования и изящных манер, совсем простых И он прекрасно знал, как живут такие люди Крючков родился в рабочей семье Мать была ткачихой, отец грузчиком на трёхгорной мануфактуре Умер рано Жили в подвале, в девяти метрах Семья рабочих Бедные, просто как, как говорится, церковные крысы Крючков родился семимесячным Мать во время беременности спускалась в подвал за капустой Споткнулась и упала И к ней долго никто не приходил на помощь Её никто не слышал В результате начались схватки Ребёнок родился раньше времени В семье было семеро детей Но братья и сёстры Николая Умерли от болезней и голода Выжил только он один Переболел в раннем возрасте тифом И после этого голова у него начала клониться на бок За что его во дворе стали называть кривым Ну, впоследствии занятия боксом помогли преодолеть этот дефект И в том числе избавиться от клички Крючков закончил школу-студию при Московском театре рабочей молодёжи Он с детства работал на фабрике Но больше всего любил играть на гармошке и петь громко песни И когда он пришёл и заявил в приёмной комиссии Что вот он такой замечательный Сидевший мухатовский актёр С такой спаудой сказал Ну, главному вы научились Мы теперь будем лишь обрабатывать ваш бриллиант Эту песню Крючков исполнял до последних дней жизни А впервые она прозвучала в фильме «Трактористы» Успех картины был оглушительным И Николай Крючков удостоился сталинской премии Высшего в те годы знака отличия С 40-го года была сталинская премия Сто тысяч в первой категории Это огромный день Если выдвигался режиссёр, актёр, оператор, сценарист То пять человек уже сто тысяч делились на пять Песня «Три танкиста» сразу же стала неофициальным гимном танкистов и пограничников Я думаю, что во время Великой Отечественной войны Наши солдаты знали, с кого брать пример, как воевать К 41-му году Крючков снялся уже в 20 картинах И был артистом известным Но когда началась война, он, как и все, пришёл в призывной пункт Чтобы отправиться воевать на фронт Но в армию его не взяли И вот, так сказать, убедили, что надо быть полезным Там, в этих, в киносъёмках В агитбригадах Сидеть на советской земле Гитлер не будет Для этого на ней нет места Занят А вот лежать в ней места хватит Пожалуйста Солдаты подпевали Крючкову И он со слезами вспоминал концерты Недалеко от линии огня Ну разве можно, разве можно забыть эти встречи? Никогда Никогда в жизни Однажды прямо во время выступления Крючкова Начался обстрел И выжил он чудом Рванул грузовик, потому что идёт обстрел Бомбёж Прямо хватаешься за борт Он уже пытается уехать в какой-нибудь лесок Шофёр, чтобы не прибило артиста После войны Крючков был удостоен Личной встречи с Иосифом Сталиным Его пригласили в очередной день победы в Кремль Но ушёл он ещё до конца мероприятия Потому что неуютно чувствовал себя в официальной обстановке И через час после его возвращения домой К нему нагрянули сотрудники НКВД И коротко приказали Собирайтесь И мама Николая Франча говорит Коля, что ты сделал? К тебе приехали люди И там в синих таких, как сказать Кожаных плащах Сажают его в машину И везут в Кремль И Сталин ему говорит Николай Крючков Почему вы ушли ему С приёма? А он сказал Ну чуть-чуть побыл, надо и честь знать Он говорит, налейте Крючкову В общем, ему налили Огромный рог И он стоял, пел И у него, как он говорил Дрожали зубы Когда началась перестройка Пресса стала много писать О разных деятелях культуры Обласканных Сталином Получивших при нём награды И огромные премии И Крючкову читать это было больно Что все Народные артисты И лауреатно-сталинские премии Это все лизоблюды Кремлёвские, которые При Сталине Выпивали с ним водку И славили его И Крючков это Прочитав Ну взял и выбросил Это огонёк Сначала вот так вот Его измутузил весь журнал И бросил в Урман Театр кино Он действительно Снимался в фильмах Которые прославляли Советский строй Но все его герои Были очень человечны Ничего Мы ещё не то покажем И все награды И высокое звание Народного артиста Крючков получил За уникальный талант А не за то Что прославлял На кремлёвских банкетах Сталина Конечно Он лавировал Всё понимая Про Сталина Всё абсолютно Пропадали рядом коллеги Он никогда ничего не подписывал Во время съёмок фильма Трактористы Николай Крючков Познакомился с актрисой Марией Пастуховой Виноват Вам есть До востребования От меня От тебя Юная Голубоглазая Студентка Гитиса Играла в картине Эпизодическую роль И Крючков Влюбился в неё С первого взгляда В 1944 году У пары родился сын Но брак Развалился быстро Во время войны Крючков Мотался по фронтам Выступая перед бойцами А в мирное время Ушёл Как говорится В загул У него была сумасшедшая Слава Много съёмок Бесконечные посиделки С друзьями Домой он часто Приходил нетрезвым Он был весёлый Он любил выпить Любил компанию Любил женщин молодых И девушек красивых И первая жена Не выдержала это Потому что популярность Николая Афанасьевича Была невероятная Его любили все И хотели все выпить Пастухова Пастухова устала Терпеть выходки Звёздного мужа И подала на развод Она получила место В Брестском театре И уехала Забрав с собой сына Браки практически Они все у него Были такими Которые Он очень нуждался В доме В семье У него такая работа Что вот он ушёл В настроении Пришёл Его встретили У него этого не было С ребёнком Крючков После этого не общался Однажды встретился С бывшей супругой Чтобы передать ей вещи Сын бегал В соседней комнате Но актёр так В неё и не зашёл Первый сын Вырос без него Но актёр всё же Наладил с ним отношения И особо тепло Отзывался о нём В пожилые годы Он такой вот технарь Инженер Но, как говорят Человек очень хороший Порядочный Который не пользовался С именем своих родителей Не давал интервью Москва 15 апреля 1994 года На прощании С народным артистом Советского Союза Николаем Крючковым Много говорили Про его талант И прежде всего Вспоминали сыгранных Им положительных героев Каких частях служим? 65-й Батовской Второй белорусский Соседями были Но он потрясающе играл И негодяев Чего только стоит Отвратительный тип В деле Румянцева Путёвки ясно На Приморский маршрут Значит Толю 200 луронов Вы хотите сказать Руоны? Точно луроны Крючков очень гордился Ролью в фильме Жестокость Режиссёра Владимира Скуйбина Съёмки в его Картинах Жестокость И особенно суд Навсегда останутся В моей памяти Уходи! Уходи отсюда Пока я тебя Самого не посадил За связь Он мог сыграть Глубокую трагедию Человека Который совершает Ошибки Замолчи! И Горько О них потом жалеет Ты что-то хотел сказать? Ничего И блестяще Играл комедийные роли Смешным Крючков Умел быть Как никто другой Приходите ещё Нам без дураков Скучно Он снялся В невероятном Количестве Фильмов Главные роли Эпизоды И всегда был В центре Внимания Женщин В нём Вот это Мужское Фонтанировало Даже скажу Другое Если бы Я ему Понравилась Как женщина Не задумываясь Вот так В нём Вот это вот Но когда он Сказал Для тебя Деточка Я дядя Коля На этом Была поставлена Точка Первым Первым Девом Самолет Ну А девушки А девушки В картине Небесный Тихоход Крючков Сыграл Майора Василия Булочкина По сюжету Булочкин Влюбляется В молодую Корреспондентку Валю Петрову Её играла Алла Парфаньяк Это был Дебют Актрисы Она только что Закончила Щукинское Театральное Училище Булочка Очень милая Фамилия Булочкин И прошу Не назовите меня В следующий раз Как-нибудь Пирожков Красавица Парфаньяк Нравилась Многим В съёмочной Группе И очарованный Крючков Быстро Развёлся С первой Женой Марией Пастуховой И сделал Ей Предложение Был 45-й год Вот это Портрет Мамы Который Здесь Весил Всю Жизнь Мама Была Красавицей И она Знала Себе Цену И она Гордилась Этим И себя Преподносила Как Королеву Крючков Как говорят В народе Крепко Зашибал И вид Имел Простецкий И вторая Жена Взялась За его Манеры И внешний Вид Она Очень следила За алкоголем Просто Пересчитывала Его пачки Папирос Как бы мы Сегодня сказали Алла Парфаньяк Занялась Здоровым Образом Жизни Крючкова У него В глазах Тоска От этого Здорового Образа Жизни У Парфаньяк И Крючкова Родился сын Актриса Назвала его В честь мужа Николаем Но как бы Она не боролась Пить он Продолжал И Парфаньяк Мучила Просто страшная Ревность К нему Липли Женщины Ой Как его Обихаживали Там Господи Боже мой Там такое Творилось Вокруг него Бурление И Парфаньяк Обратила внимание На другого Мужчину Что вызвало Большое удивление Ее подруг Ведь она была Красавицей Женой звезды И тут Вдруг Актеришка Такой Средненький Неказистенький Бедный Как церковная мышь Что она Что она в нем Увидела Что она в нем Нашла Михаил Ульянов Был влюблен В нее Задолго До знакомства Чувства Накрыли его Когда он Увидел Аллу В небесном Тихоходе Он добивался Ее внимания Четыре года Но актриса Не придавала Этому значения Ульянов Бил Страдал И мучился И вдруг Случилось чудо Почему Парфаняк Переключилась На Ульянова Это же тоже Фантастически Она не смогла Удержать В порывах Фестивальных Киношных Богемных Крючкова Который любил Побуяни У него просто Были рядом Такие друзья Один Андреев Чего стоят Который мог Снести Киоск Союз печати Просто так Вот так Они выпивали Об измене Жены Крючков Узнал самым Неприятным способом Он вернулся Однажды со съемок Домой Раньше положенного Срока И застал Аллу с Ульяновым Прямо в собственной Квартире Но скандала Устраивать не стал Просто молча ушел Взяв лишь Необходимые Личные вещи Он отдал им Квартиру Свою Парфаньяк Алле Который Расставался С ним Честно признал Что полюбила Михаила Александровича Он отдал им Квартиру Говорит А пришла Мази Алла Парфаньяк Говорит Коль ты еще Себе заработаешь Отдай нам еще И дачу И дачу Николай Крючков И Михаил Ульянов Во многом Были похожи Особенно Это стало Заметно С годами Оба играли Ярких героев Социалистической Эпохи Но вот Ульянов Выглядел Все же Солиднее Чего только Стоит роль В председателе Или Жуков Он играл Его бесконечно Слившись С маршалом В единый Образ Мы должны Снять шапки Перед памятью Тех Кто до конца Стоял В жестоких Оборонах И насмерть Дрался В окружении Но на самом деле Парфаньяк Снова вышла Замуж за мужчину Которого Нужно было Спасать От пьянства Однажды Ульянов На гастролях В Японии Разгромил Мини-бар И чуть не задушил Во время пьяной Ссоры Коллегу Леонеллу Пырьеву Этот скандал Стал последней Каплей для Парфаньяк И она Пригрозила Ульянову Самоубийством Если пить Он не бросит И он Поклялся Стать другим человеком В их семье Она была генералом Который В общем-то Все самые важные Вопросы В семье Решала Алла Парфаньяк Она была Такой Железной женщиной У Ульянова И Парфаньяк Родилась дочь Елена У девочки Выявили Серьезные проблемы С почками И Алла Оставила Ради нее Карьеру Актрисы И очень Трудно Было с сыном От Николая Крючкова Который болезненно Переживал Развод родителей Он был хулиганом Часто попадал В милицию Со вторым Сыном Он вообще Очень плохо Были плохие отношения Но там И сын был Очень тяжелый Человек Сам себе На уме И если Крючков Став пожилым Человеком Общался С первым сыном То сын От Аллы Парфаньяк Был для него Запретной темой Молодой человек Лежал в психиатрической Больнице И просто как-то Испарился Это была его Заноза в сердце Он не поддерживал Отношения В жизни Николая Крючкова Было очень много Мистики И вспомнить Такой фильм То есть вот Число 13 Он умер 13 апреля И он снимался В фильме 13 Этот фильм Снимал знаменитый Михаил Ром И в первый же день Съемок Крючков Заявился пьяным И на следующий Тоже Дурной пример Подхватила Почти вся съемочная Группа И Ром был Потрясен Как возможно Такое Он очень всех Понимал Он много Чего прощал Но он не мог Понять Как на съемках Его великой Картины Нашего героя Может играть Алкаш Который падает Вот это вот Падает и падает И режиссер Заявил Крючкову Уволю Если такое Хотя бы еще раз Повторится А тот рассмеялся Ему в лицо И махнул рукой И вскоре Ром приказал Крючкову В одной из сцен Резко упасть Он упал Потом встал Он сказал Все Снято Можешь ехать в Москву Как я поеду В Москву Как-то А дальше Съемки Тебя убили Вот тебя Сейчас убили Этот урок Крючков Запомнил На всю жизнь И больше В непотребном виде На съемочную площадку Никогда Не приходил Он мне говорил Как-то Мальчугашка Серега На гриме Будь первым Станешь хорошим Артистом Никогда За всю свою жизнь Сорвало Ни одной Съемки После развода С Аллой Профаньяк Крючков Жил один В квартирке Площадь Которой Была Всего 11 квадратных Метров И надеждой На новую Счастливую Жизнь Стала Спортсменка Зоя Коченовская Ему было 49 Ей Всего 34 Знакомство Произошло Когда Крючков Снимался В фильме Домой А Зоя Подрабатывала Ассистентом Режиссера Крючков Решил Все С артистками Завязал Теперь не будет Жен артисток Вот надо мне Красавицу Спортсмен Крючкову Казалось Что это Наконец То что нужно За три месяца До окончания Работы Над фильмом Они поженились И Зоя Быстро Свела Уютное Семейное Гнездышко Зоя Попала Под грузовик Прямо на его Глазах При нем На перекрестке Пьяный Автомобилист Сбил ее И она прям Скончалась У нее на руках Всего два месяца Брать Крючков Не понимал За что Почему Зачем Его лишили Любимой У него Началась Депрессия И душевную боль Он глушил Алкоголем Запой Длился Несколько Месяцев Очень много Курил Очень много Выпивал Вот Горечь Была Вот чувствовалось Знаете Как будто Человек Переносит Тяжелую Болезнь Коллеги Беспокоились Хотели Помочь Но Крючков Говорил Что все нормально Хотя был похож На развалину Что-то у него с ногами Плохо он Ходил Плохо себя чувствовал И после И после Гибели Зои Он говорил Что больше Никогда Не женится И если Был бы Верующим Человеком То ушел В монастырь И когда Я узнал Он узнал Что я Уже в то время Вдовой была Деточка Как я тебя Хорошо Понимаю Я же тоже Жену потерял На глазах Вот тут Я сейчас говорю Мне мороз Погож Москва 15 апреля 1994 года В первом ряду На сцене Большого зала В доме кино Рядом с гробом Сидела четвертая Жена Николая Крючкова И ее дочь Эльвира От предыдущего брака Крючков Стал для нее Заботливым отцом А когда Эльвира Родила ребенка То очень Полюбил Свою внучку Это и есть Доказательство Любви Взял Дал фамилию свою А уж Как он любил Катеньку Это же просто Напросто До слез С Лидией Он познакомился На съемках Фильма Капроновые сети В начале 60-х Она была Ассистентом Режиссера И с большой Теплотой Отнеслась К Крючкову Который приехал Работать Со всем больным Они в экспедиции Они едят Не вовремя Не все то Что нужно И ноги у нее Болели Вот это я Бросилась Сразу К этим вопросам И вскоре Они поженились Вызвав Горькие чувства У многочисленных Поклонниц Крючкова Такой жених О господи Ну кто не хотел Подцепить Ну Ну Очень хотели Я так думаю Что Не один Десяточек Женщин Увяли После этого Когда он Женился На Лидочке Лид Николаевна Он наконец Узнал Что такое Настоящее Отцовство Имея двух Родных сыновей Актер понял Что такое Родительская любовь Только с чужим Ребенком И когда Крючков Женился В четвертый раз Он задал Лидии Удивительный вопрос Не будет ли Она ревновать Его к рыбалке Потому что Он понимал Что Это его Необходимость И что Он признавал Только Этот Дом Отдых И Никаких Вишневых Урожцев Ну Все равно Будка На Берегу Озера И больше Ему ничего Не надо Про эту Страстную Любовь Знали все И родные И друзья И коллеги Казалось Что это Смысл жизни Он спрашивал Где съемки Ему говорят Николай Фанасьевич Главная роль Мы вам предлагаем Роль интересную Он говорит Где съемки Съемки На берегу Речки Моря Поеду Понимаете Потому что Он рыбак Заядлый был Люблю работать Рыбачить Стараюсь Помогать Людям На съемках Фильма Адрес вашего дома Он был счастлив Как никогда Рядом было Озеро И он мог Ловить Леща Он говорит Завтра Приходите Завтра Будет Уха Которого В жизни Никогда Не пробовали Янтарная Монастырская Я вот Помню Цвет Этой Ухи Это Такой Хорошо Красив Такой Заваренный Чай Или Коньяк Я больше Такой Ухи Не проб В 71 Вышел Фильм Телеграма В котором Крючков Сыграл Пронзительную роль Умирающего Генерала Кругом Вот там И стой А на тебя Без смех Смотреть Не могу От смеха Я задыхаю И мало Кто знал Что и сам Актер Всего лишь Год назад Был на пороге Смерти Врачи Давали Мрачные Прогнозы В 1970 Году Обнаружилось Что У Николая Крючкова Открылась Язва 12-перстной Кишки Язва Такого Размера Тем более Пропадная Которая Уже Она Не может Зарубцеваться Врачи Предложили Удалить Половину Желудка Говорили Что скоро Будет рак Вдобавок У Крючкова Был длинный Список Других Болезней Болело Сердце Была Гипертония Всю войну Он мерз И очень Плохо Питался Много Травм Получил На съемках С ногами Плохо Он Ходил Он плохо Счувствовал Малой Меня звал И хотя Я там На голову Уж Малой Знаешь Чего так Хожу Помнишь В трактористах На копчике Танцевал Вот оно Откликается И когда Крючков Надолго попал В больницу Врачи Не издали А в лоб Говорили ему Что пора Заканчивать С алкоголем Актер Пил Со школьной С кем И это Больно Било и верой в то, что она его не отдаст смерти. Меня это просто потрясло. Актер похудел на 20 килограммов, но врачи сделали Крючкову рентген и ахнули. Язва затянулась, что было практически невозможно. Она, Лидия Николаевна, практически как кучка была над ним. Она сделала все для того, чтобы продлить ему жизнь. Тепло и сердечно поздравили любимого артиста с юбилеем, представители общественности столицы, многочисленные поклонники его немеркнущего таланта, актеры московских театров и кино. Последняя картина с участием Крючкова вышла в 93-м. Лента «Ангелы смерти» была посвящена 50-летию Сталинградской битвы. А какие могут быть дела на краю жизни? Каждую минуту можно представиться. Больше Крючков не снимался. Был очень слаб, но любил приходить в буфет театра киноактера, где общался с молодыми артистами и втайне от жены позволял себе рюмку коньяка. Сидел, знаете, такой уставший уже, переживший все и вся. Москва, январь 1994 года. Здоровье Крючкова становилось все хуже. И в начале 1994 года он потерял сознание, чуть не сломав себе руку. И жена уговорила его пройти, наконец, серьезное обследование в больнице. Уже врачу позвонила, плакала, что он такой отрешенный. И пришла ему и сказала, пойдем к врачу. Он сказал, ты что, сил вольт должна быть мужчина. Я сам это все преодолею. У Крючкова всегда был низкий голос с фирменной хрипотцой. Я ружье переломил, патрон вставляю, а патрон-то заклинило. Никак не закрою ружья. Но в начале 90-х он уже не говорил, а хрипел. Но и подумать не мог, что это признак страшной болезни. Профессия у нас артистов замечательная. Постоянный поиск, новые фильмы, новые общения. Врач-отоларинголог обратил внимание, Крючкову трудно не только говорить, но и дышать. И выяснилось, что дыхательный проход у него размером в 3 миллиметра. И прозвучал диагноз-приговор – рак горла. Мы пришли с ним из больницы, он сидит на лавочке, смотрит рентген. Ну, посмотри, говорит, какой уже образован. Я говорю, ну, если соль на рану посыпешь, она тоже сдуется. Сиди, я побежала за парными кормами. Сейчас я тебе суфле приготовлю, всё. Лидия, как и 20 лет назад, была убеждена, что снова отвоюет мужа у смерти. Главное – диета, не курить и быть всегда вместе. Вот я как на него посмотрю, у меня слёны. Я всегда отворачиваю. Вопрос не в том, что верила я в рак или не верила, но в жизнь его я верила. Крючков не стал скрывать от друзей, что жить ему осталось недолго. Он был очень мужественным человеком, спокойным и мудрым. Он же плохо себя чувствовал, и он так с улыбкой, как умеет это Крючков. Мы растягивались его губы, и он всегда говорил с улыбкой о смерти даже, о своей смерти. Он месяц провёл в больнице, и врачи никак не могли сбить у актёра высокую температуру. Он то терял сознание, то приходил в себя. И всегда видел свою Лиду. Чисто по-человечески готовил её к тому, что скоро уйдёт, поэтому рассказывал о том, что ты меня не буди, я во сне ухожу в другой мир. Когда она спрашивала его, утром проснувшись, ну что, шутливо говорил, не приняли, рано ещё. Тем самым показывая ей, что рано или поздно это будет неизбежно. Зимой 1994-го Крючков уже не мог говорить. Никуда не ходил, часто спал по долгу днём. Жена его будила, хотела, чтобы не сбивался нормальный режим. И однажды он заговорил. Он сказал, я люблю тебя. А до этого пять дней он не говорил. Москва, 13 апреля 1994-го года. В этот день ему должны были сделать ещё одну операцию. Крючков встал перед ней с кровати и упал. Смерть была мгновенной. Вот эта вот жидкость отошла и закрыла ему проход. И он тут же умер. Упал и всё, и перестал дышать. На прощании гроб завалили цветами. И Крючков был бы потрясён огромным количеством людей и почестями, с которыми его провожали. И стрельба была, и стояли у гроба военные. И самое главное, что это было достойно этого человека. Потому что он достойен был этих почестей. Это правда. Николай Крючков оставил после себя трёхкомнатную квартиру во Власьевском переулке и небольшую дачу. И представить себе не мог, что его любимые женщины вступят в ожесточённую борьбу за эти квадратные метры. И последствия, которые почему-то наблюдаются во многих семьях. Так вроде благополучие-благополучие, а ушёл тот, от кого зависело благополучие, и оно разрушает. После смерти артиста законной наследницей стала вдова Лидия Крючкова. Ухаживала за ней дочка Эльвира. И друзья семьи считают, что она намеренно выжила пожилую мать из квартиры, чтобы её продать. Она вызывает скорую помощь, ещё там какие-то свои. Я не знаю, я не могу сейчас что-то утверждать. Но она вызывает из Кащенко, Ильи Николаевну возят. И она там в общей палате находится. Это страшно. Мать и дочка в ужасной ссоре. Екатерина обвиняет Эльвиру в продаже дачи и присвоении этих денег. Снимает скандалы на мобильный телефон. У мамы Эльвиры и у Кати просто какая-то война. Это какая-то вражда не на жизнь, а на смерть. Это грустно, что к такому возрасту подошла Лидия Николаевна и дочь, которую любил Николай Афанасьевич, и Лидия Николаевна. И вдруг вот такое произошло что-то страшное. Николай Крючков упокоился на Новодевичьем кладбище, как и положено народным артистам СССР и людям, которые столько сделали для миллионов граждан. Это был честный и очень добрый человек, чье имя запятнало родня в борьбе за его имущество. Но это будет забыто. И останутся только его великие роли. Три тортиста, три веселых друга. Экипаж, машину, байки, буй. АПЛОДИСМЕНТЫ